Приветствую друзья! Свежий выпуск борща, который вы сейчас увидите, может вызвать смешанные чувства, ведь сегодня мы с вами попробуем разобраться в делах государственных. А так как наше государство называется Украина, то смотреть на события, происходящие в ней, нам помогает как легкий сарказм и юмор, так и серьезная глубокая аналитика. И чего в этом выпуске будет больше, решать только вам. Начнем. И вначале мне хотелось бы выступить в защиту Дорофеевой, экс-участницы «Время истекло». Популярная артистка Дорофеева на днях запустила сольный проект и презентовала новый клип и песню «Горит». И у многих действительно горит. Слушатели возмутило то, что одной из локаций в клипе стал мост на долей героев Небесной сотни. Следующий клип будете снимать бабьям Яру, написали пользователи. А общественный деятель, блогер и просто хороший человек Сергей Стерненко также выпустил влог, где вспомнил события, происходящие на Майдане и сказал, что Дорофеева наплевала на людей, видимо прямо с этого моста, благодаря которым стата живет в свободной, демократической, независимой стране. Не могу не согласиться со Стерненко, ведь только именно в такой демократической стране ты можешь, защищаясь, бежать за людьми с ножом, одного из них убить и за это тебе ничего не будет, ведь ты жертва, чё? Вернемся к клипу. И тут я хочу призвать патриотическое сообщество обратить внимание на припев. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может никогда, может никогда, Николы Знову, ла-ла-ла-ла, что-то напоминает вам, не кажется? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может все-таки зря прицепились к Дорофеевой? Может она в поддержку Майдана напомнила одному маленькому диктатору, что фанатские кричалки в Украине по-прежнему актуальны? Двигаемся дальше. Хотя все эти события это звенья одной цепи. И эта цепь называется «Последствия революции достоинства». Накануне знаменательной даты начала революции достоинства в музее революции достоинства были проведены обыски. Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер заявил, что у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, выделенные на строительство мемориала революции достоинства, были разворованы. Иными словами, уже столько лет прошло со дня начала революции, а плоды этой революции по-прежнему остаются источником дохода и процветания. Жаль только не для всех граждан Украины. Наконец-то почти за 30 лет существования нашего государства найден большой герб Украины. Вот он. Видите Архангела Михаила? Это символ Киева. Видите Льва? Это символ Львова. А где символы других регионов и городов, спросите вы? А пошли не нафиг, подумали авторы Большого Герба. Кстати, не учитывать мнение об исторических символах, исторических персонажей, героях и так далее, особенно тех, кто никак не связан со Львовом, это тоже одно из достижений Майдана. Именно после него переименование улиц и проспектов, городов стало нормой. Также вошло в норму переименование 8 гривен за доллар на 25 и выше. И других цифр, например, за коммуналку. Одним словом, мы живем по-новому, а кто хочет жить по-старому, тот сепры москаль, которых надо вешать, либо хотя бы вешать на неправильных украинцев ярлыки. А народ-то у нас талантливый и креативный, и поэтому в соцсетях люди массово стали предлагать свои варианты Большого Герба Украины. Вот такой есть вариант. Вот такой. Вот этот вариант, в принципе, тоже неплохой. В общем, Большому Гербу Украины наконец-то быть, так же, как быть креативу в Украине. Но не только. Есть еще, слава богу, место для спортивных достижений. Украине снова стал самым сильным человеком планеты. Титул завоевал Алексей Новиков. Украине снова обрел престижный титул самого сильного человека планеты, впервые с тех пор, каким владел Василий Веростюк в 2004 и 2007. Вторую и третью ступеньку на пьедестале заняли Том Столпман, великобританец, и Жан-Франсуа Корон, Канада. А в свои 24 года киевлянин Новиков стал также самым молодым атлетом в мире, который получил этот титул. Он осилил вес в 537,5 килограмм и установил новый рекорд. Красавчик. Именно такими героями, мне кажется, должна гордиться Украина. Именно такими людьми она должна быть известна. Ну и в конце сегодняшнего выпуска мне хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях, с чем вы со мной согласны, а с чем нет. Что лично для вас принесла революция достоинства? Какой большой герб Украины вы бы хотели видеть, предложить? И, наконец, в Украине будет жизнь действительно европейского уровня? Пенсии по 1000 долларов к нам, чтобы люди на заработки приезжали? Я думаю, что когда-то будет. А может, никогда. Всего доброго. С вами был Игорь Негода.